Это был обычный день в спальном районе Краснодара. На столе водочка с патриотичным названием «Победа» и шоколадные конфеты на закуску. Давай выпьем! Давай выпьем! Мы поначалу подумали, что всем известная активистка отрядов Путина... Миротворец всего мира. ...прекрасный, замечательный, красивый, милый, умный, дорогой Владимир Владимирович. Празднует некую особую дату. Но мало ли какие радости могут случиться с пенсионером в сверхдержаве. Может, шоу Соловьёва минут на 30 продлили? Или акция «Подари дрова» в крупнейшем мировом экспортере газа и до Краснодара дошла. «Подари дрова» под таким названием. Вот уже 6 лет в Тверской области реализуется один из проектов общественного движения гражданских инициатив. Но уже из первых фраз уважаемой бабушки было понятно, что настроение вовсе не праздничное. А водочка с конфетами идёт под разговор за жизнь. Мы видим, что ты расстроился. Не надо переживать. Со всеми бывает. Давай выпьем, и всё будет прекрасно. Да-да, зрение вас не обманывает. Самая патриотичная компания пенсионеров России, похоже, перешла на жёсткие ролевые игры. Мол, это раньше мы Трампа прикапывали. Дорога его. Придай неё. А теперь свой краснодарский пацан это. Пусть потихоньку привыкает России держаться. Держися, Россия. Не переживай, всё наладится. Так что будь с Россией, и будет всё нормально у нас с тобой. С другой стороны, резкое желание накатить у красавиц 75+, может быть вызвано страшной зрадой, которую особенно тяжело переносить записным ура-патриотам. Они же больше всех гордились духовной отечественной вакциной. Мы сделали самый большой прорыв среди всех мировых держав. Мы сделали вакцину от коронавируса. Кричали «Ура!», когда в студии Скобеевой с помощью вакцины обещали развалить НАТО. Мы прекрасно можем разрушать единство Запада, в том числе с помощью вакцины. Но если у нас нельзя развалить НАТО, им надо воспользоваться. А ещё писали украинским подружкам в одноклассниках фразы из серии «У нас есть вакцина, а у вас нет». В общем, ожидания у ура-патриотов были нереальные. А тут как раз час икс вроде как настал. Долгожданное событие. Слыхал, Никитич, на чё по телевизору сказали? Кормилиц-то распорядился народ прививать. Владимир Путин потребовал от профильных министров не ждать максимально ускориться. И поскольку произведено уже более двух миллионов доз «Спутник Ви», предложил начать масштабную вакцинацию уже сейчас. И хотя изначально прививать планируют чуть больше одного процента россиян, ура-патриоты широко распустили перья. Но вот тут-то и случилась та самая страшная зрада. Иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней. Поэтому важно в течение этих 42 дней ограничить принятие алкоголя. В смысле, если вколол «Спутник» бухать 42 дня нельзя? Поперхнулся бояркой видный патриот Беляш. Кто нам этот месяц жизни потом вернёт? Напиваться, выражаясь понятным языком, не надо. Потому что спирт влияет вредно не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы. Это чё, блин, за фашист такую вакцину придумал? Да за 42 дня от тоски больше народу помрёт, чем от коронавируса. Короче, братцы, многие на всякий случай решили накатить впрок. А другие страшно разочаровались в отечественной науке. Благо, умные ребят в Кремле всегда знают, как народ от уныния отвлечь. НАТО вообще хочет играть роль американского сторожевого пса в Европе. Скалить зубы в адрес России. Мы эти зубы выбьем, если они пересекут нашу границу. Так, старичи журналисты, срочно повышаем количество сюжетов о победах над НАТО. Всему миру, особенно НАТО, Запад, сказать, что если будут позывы или какие-то предложения, чтобы мы откуда-то ушли, мы туда придём в удвоенном варианте. Вот если будет попытка выдавить наш миротворческий контингент из Молдавии, мы его удвоим или утроим. Мол, пусть о Приднестровье даже не мечтают, Молдова – это вообще южная окраина России. Молдавию вообще создавать не надо было. Это были бы западные губернии Российской империи. А вот Молдавия – это национальные окраины. Кишинёв наш! Вяло мямлят, ура, патриоты. Ведь одних побед ртом мало. И для полного счастья надо бы на как-то опаснейших врагов народа поймать. Мол, смотрите, холопы, враг не дремлет, пока вы из-за бухла расстраиваетесь. И вы знаете, бояре таки не подвели. Сейчас вот вам террористов покажу. А в Красноярском крае задержали трёх подростков, которые планировали теракты. Вот же гады! Подрывники недоделанные на здание ФСБ позарились. Давайте уже на каторгу их, а лучше сразу расстрелять. Пареньки из Красноярского края, из маленького городка Каннска. Их обвиняют в терроризме. Вот только в этой истории есть одна важная деталь. Пацаны действительно хотели подорвать здание ФСБ. Правда, барабанная дробь в Майнкрафте! В один из вечеров Никита строит здание ФСБ, а кто-то из ребят бросает в том самом чате предложение. А давайте его взорвём. Этот диалог из чата позже также ляжет в основу обвинения ФСБ. Многие бабушки из отрядов Путина до сих пор думают, что Майнкрафт – это улица в Москве. Да, да. А вот что будет, если Следственный комитет о ГТА узнает? Даже подумать страшно. План по опаснейшим террористам явно выполнят лет на 10 вперёд. Тем более он, какие классные помощники у Росгвардии теперь имеются. Гвардия Прилепин начала уже действовать. То есть в Саратове, в Питере и в Москве. Гвардия Прилепина! Прилепина, ёпта! Каких дружинников вам ещё не хватало? У нас планы, Сахар, пролепить. У нас планы пресечь все деструктивные процессы, которые могут идти в Россию. Представляем только, как огорчились от таких новостей байкеры и кизяки. Откуда ты взялся, лысый, со своей блин-гвардией? И так дружинников уже больше, чем людей на улице. А бюджеты-то не резиновые. Поймаю, короче. Вот своей нагайкой, короче, жопу ему налуплю. С другой стороны, работы у кизяков и гвардийцев Прилепина непочатый же ж край. Можно, например, отлавливать холопов и заставлять их правильные программы смотреть. А то совсем от рук отбились. Отечество старается снимать для них программки о великой армии, да ещё и со звёздами. Проект «Проверка на прочность». Это такое реалити-шоу, в котором знаменитости становятся военными и проходят различные испытания. Но Байден, судя по всему, в Ютьюбе просмотры магнитом отматывает. Ну, как электричество в Адлере. Ведь отдельные серии суперпатриотического проекта собрали аж 4 тысячи просмотров. А премию от «Рунета» получил стрелявший из пулемёта «Отец Унуфрий». С нереально жалкой тридцаткой. Но примерно столько же школьницы в Инстаграме за пару часов собирают. Не иначе как устали люди от чужих проблем и вечного ура-патриотизма. Но федеральные каналы менять пластинку упорно не хотят. Куда ни включи. В России всё чудесно. А вот где ужас и кошмар, так это у фашистующих хохлов. Киев верен себе и продолжает делать всё, чтобы страна рано или поздно всё-таки развалилась на части. И с Венгрией из-за Закарпатья война вот-вот начнётся. Украинская власть создаёт в Закарпатье ситуацию гражданской войны. И сало украинские пенсионеры не видят. А вот зенита, украинское сало, пенсионерам уже не в карман. А Зеленский договорился с Эрдоганом, чтобы Донбасс с воздуха расстрелять. Байрактар в степях Украины. Киев нацеливает на Донбасс турецкие военные беспилотники. Зря что ли в Турции честных российских журналистов арестовали. Съёмочная группа программы «Центральное телевидение» вместе с турецким продюсером задержаны в Стамбуле в четверг. За съёмки неподалёку от завода, который воспускает беспилотники. Да, и от трижды АХХ лучшей в мире вакцины. Эрдоган не просто так показательно отказался. Турция отказала закупать российскую вакцину от коронавируса. Он гораздо сомневалась в достоверности лабораторных исследований. Звенья одной цепи это. Собрался турецкий каратель вместе с бандеровцами русских уничтожать. Уже в будущем году Киев планирует закупить в Турции несколько десятков боевых байрактаров. Неужели новая война уже на пороге? Неужели с помощью армады турецких беспилотников Киев хочет осуществить попытку Блицкрига на мятежном Юго-Востоке? И вот такой ядок на федеральных каналах круглыми сутками. Не время о России рассказывать, когда враги кругом. И сидят миллионы россиян и молчат в тряпочку. Хотя даже оккупированный Крым, который только вот называли витриной России... Крым просто преображается на глазах. Становится, знаете, такой своеобразной витриной сегодня, наверное, всей России. Уверенно накрывается медным тазом. Воды как не было, так и нет. А запасов осталось на считанные дни. Симферополь перестанут снабжать водой из Айянского водохранилища, запасов в котором осталось на 8 дней. Доходит до того, что топовый персонаж русской весны сравнивает Крым с Марсом. У нас большое количество космических объектов, и практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс. И это отличное признание, ведь Марс – планета непригодная для жизни. Нам иногда кажется, что превращение любых территорий в Марс – это основная фишка путинской России. И неважно, кратер или это, как на Донбассе, или пересохший без воды грунт, как в Крыму. Важно, что выживать в таких условиях людям все сложнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!